Песочный год Моя смерть разрубит цепь сна Когда мы будем вместе Всем привет! Вы на канале Регион 14 Сегодня мы находимся в городе Хайдельберг Один из красивейших городов Германии, старинный Одна из достопримечательностей этого города является тропа философа По которой мы сейчас и поднимаемся Мы в самом начале нашего пути Заранее прошу прощения за шум Тут идут строительные работы Поэтому Вот такая вот печалька Ну а мы идем дальше Старинные дома Чередуются вот с такими новыми Роскошными вилами Ну и не мудрено здесь город Врачей, учителей Вот одна из смотровых площадок Город очень красивый, старинный Как раз вид на старинную часть На Хайдельбергский замок На старинный мост Одна из достопримечательностей этого города Город Первое упоминание о нем датируется 1196 годом Городом 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 Вот эта башня, на которой мы только что сейчас побывали. Называется Бисмарк-Тум. Башня Бисмарка. А мы идем дальше по тропе философов. Место достаточно популярное у туристов. Сегодня суббота, поэтому многолюдно. Вот в летнюю жару лучше места нет, чтобы укрыться от зноя. Хотя сегодня не жарко, в принципе. 22 градуса, но тем не менее. Идти приятно. Вот такие вот скалы здесь по дороге. Поднимаясь вверх по тропе философов, периодически открываются вот такие вот виды на старую часть города Хайдельберг. На Хайдельбергский замок. На реку Некар. Здесь были такие писатели, как Аксаков, композиторы Скрябин, Римский Корсаков. Мендельсон, автор знаменитого свадебного марша, тоже здесь бывал. Дмитрий Иванович Менделеев провел здесь первые химические опыты в Хайдельбергском университете. Город очень интересный, красивый. Советую всем посетить его. Вот вид на древний пешеходный мост. Тоже одна из достопримечательностей города Хайдельберг. Где очень много туристов всегда. Ну и ворота в старый город. Вот еще один исторический факт о городе Хайдельберг. Во время, в конце Второй мировой войны, когда уже рейх бился в агонии, так сказать, да, короче, американцы скинули на Хайдельберг одну единственную бомбу, которая попала в замок. И разрушила одну из его башен. Больше американцы город не бомбили, и он остался таким, какой он был. За это, конечно, американцам надо сказать спасибо. Они оставили этот город для себя. Здесь у них были свои базы. А такие города, как, например, Хальброн, промышленный город, они разнесли, и там не осталось камня на камне. Здесь у меня есть все. Поехали. Ну вот мы поднялись на самый верх Сейчас находимся возле колодца Так называемый Хайденлог Глубина его 56 метров Ну тут вот Через Сетку не видно, но это специально сделано Чтобы тут никто не свалился, не упал Вот Вот так вот он выглядит На Вот такой на карте И вот что там нашли Плютье Вот такой вот нож Какая-то Не знаю, то ли пика, то ли что Типа вилки Вот такое вот Интересное место Копалось все это, начиналось В 36 году По 38 год Вот такой вот древний Городнище Такое вот Башня Сейчас поднимемся туда вот на башенку Наверх Такая вот Пинтовая лестница идет Ступени в камне уже выширканы За столько лет Вот Мы поднялись наверх Вот он вид отсюда На старый город На Хадельберский замок Красота Ну вот мы подходим К амфитеатру Одному из 40 Которые были построены На территории Бывшего Третьего рейха Здесь Проходили Нацистские собрания Построен был В период 1934 По 1935 Культовое сооружение Каких-то 85 лет назад Здесь вот Скорее всего стояли Часовые Вот Проходили Собрания Высшие партийные Бонзы Третьего рейха Здесь выступали Вот именно Вот на этой Площадке Именно вот Отсюда 22 июня 1935 года Вот именно В этом месте Было собрание Партийной Верхушки Нацистского рейха Здесь было 20 тысяч человек Я даже не знаю Где они здесь Поместились Вот именно С этой трибуны Выступал Йозеф Геббельс Пропагандист Третьего рейха Вот Кстати он тоже Заканчивал Хайдельбергский университет Интересное Вообще место Если найду В интернете Фотографии Той эпохи Обязательно Вставлю В видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Нацисты Нацисты не зря выбрали это место Для постройки амфитеатра Всем известно Что они были мистиками По всему миру Они искали какие-то артефакты Какой-то Какий-то Астральный Какой-то смысл В Гималаях В Африке На Кавказе И вот И здесь Внизу находится Древнее поселение Древних кельтов Вот Они считали Нацисты считали Кельтов Потомков Потомками древних ариев Так же как и себя И плюс еще Ко всему Место Это гора Что в переводе с немецкого Называется Священная гора Еще одна интересная Особенность Этого амфитеатра Оратор Находящийся В середине Вот в этой сцены Произносящий Речь То его Будет слышно Без Всяких там Микрофонов Громкоговорителей В любой точке Этого амфитеатра Акустика Потрясающая Тут Решили проверить Акустику Этого амфитеатра Николь Встала Посредине Сказала Жопа Я Наверху Услышал Не знаю Были там Русские Ваще Или нет Еще люди Там В принципе Не так много Людей Было Вот Сейчас Мне встретился Немец По пути Он решил Пойти Коротким путем По которому Мы сейчас Спускаемся Вот Он короче Но он очень Но он круче Вот И он запыхался Мне говорит Сколько еще осталось Я говорю Ну Немножко Метров 300 И ты Наверху Он говорит Ой Спасибо Или Еле Говорит Иду Слабые Они все Как они Собирались На войну Выигрывать Не понимаю Вот Такой Лес Здесь Дубы Папоротник Растет Такая Тропа Точно Натоптанная Уже То есть В принципе Мне всегда Спускаться Тяжелее Чем Подыматься Я всегда В гору Блин Просто Лечу А вниз Потом И такие Ломаете Камера Телефона Конечно Не передает Какой Здесь Крутой Склон Но поверьте Именно Слова Что Можно Убиться Если Упасть Ну вот Мы спустились Низ Идем К машине Спасибо Что досмотрели Это видео До конца Надеюсь Вам было Интересно Может быть Кто-то узнал Что-то новое Все Всех Всем благ Пока Пока Субтитры